так еще раз всем привет спасибо что присоединились сегодня у нас очередной вебинар по очень такой интересной большой теме по моему не проводили еще вебинары о мобильных приложениях и вот сегодня мы поговорим в общем то о том что это такое вообще в чем там отличие и собственно вообще что нужно знать вообще там людям кто хочет делать мобильные приложения для своих проектов то есть часть нас информация будет в принципе для людей которые как бы просто задумываются о мобильных приложениях не являются разработчиками но для продвинутых пользователей может быть тоже что-то будет интересное вот я сейчас в двух словах расскажу какие-то стандартные вещи для тех кто смотрит записи чтобы было понятно кто мы такие что мы делаем вот и потом уже перейдем непосредственно к нашей теме а звучит она еще раз это мобильные приложения что нужно знать в общем то все что вот какие-то такие вещи которые будут полезны меня зовут алексей ниц и я являюсь вент редактором теплицы социальных технологий в том числе и ведут вебинары как это ты и делал видео уроки и такие небольшие видео я сейчас двух словах просто расскажу так наш сайт теплица te-st.ru да мы недавно обновились и у нас есть новая версия собственно поэтому там приглашаю за тип смотреть в социальных сетях мы теплицы ст и главный вопрос для тех кто может быть смотрит записи и видит нас первый раз кто мы мы образовательный проект который сводим два сектора с одной стороны это не коммерческий сектор или какие-то некоммерческие инициативы которые делают очень полезные проекты хотят решать общественно важные задачи и социальные проблемы с другой стороны это айти секторы то есть это люди это разработчики программисты которые хорошо владеют навыками знаниями как сделать классный сервис и приложение так далее но часто они не задумываются о том что свои как бы усилия можно прикладывать к тому чтобы сделать полезный проект поэтому мы вместе их сталкиваем в прямом смысле в переносном мы делаем различные мероприятия пишем много материалов обзоров так далее вот соответственно основная наша цель это познакомить их друг с другом и на нашем сайте есть раздел мероприятия так вопрос о том что если вы по какой-то причине там пропустили что-то или хотите посмотреть какие-то отчеты видео и так далее вы можете это легко сделать вот у нас есть как и анонсы также можно посмотреть так и отчет то есть все достаточно удобно сейчас стало и про вебинары опять же в первую очередь мы их выкладываем на нашем канале в плейлист вебинаров записи также можете потом скачать презентацию посмотреть по ссылочке пройти много чего интересного собственно мы для вас это делаем чтобы было понятно как использовать какие-то вещи мы рассказываем более подробно каких-то таких вещах вот им на своем примере пытаемся показать что какие-то вещи делать не так сложно если вы должны специалисты если вот например там я могу в чем-то разобраться собственно и вы сможете в этом разобраться тоже поэтому тоже советую посмотреть и видео уроки это вот небольшие такие видео скринкасты скорее даже назвать можно которые рассказывают о каких-то онлайн сервисах или о каких-то вещах полезных там дизайна цифровая безопасность и так далее то есть независимо от того где вы работаете вы можете найти какие-то полезные сервисы о которых мы рассказывали и вот использовать их в своей работе там или просто для личных целей для каких-то окей и я просто быстренько все проговорил да и теперь я хочу перейти вот к теме вебинара и просто двух словах подвести такую подводочку сделать что сейчас мы живем в очень классное время когда мы не отпускаем наше мобильное устройство из своих рук и мы постоянно вместе с ним мы просыпаемся и часто берем в руки в первую очередь мобильный телефон и многие засыпают с мобильным телефоном то есть мы проводим очень много времени и сейчас как никогда собственно задается такой вопрос а стоит ли вообще делать мобильное приложение и как вот правильно достучаться до своих пользователей то есть какие вот критерии есть так далее вот и собственно сегодня мы хотим поговорить о том вообще что выделяют мобильные приложения насколько это реально трудозатратно насколько это тяжело какие есть этапы и вот как понять для себя действительно для своего проекта для своей организации стоит ли делать мобильное приложение или стоит делать что-то другое и сегодня нам в этом поможет Михаил Васьман который является основателем студии мобильной разработки Trinity Digital который с радостью согласился рассказать много чего интересного да и вот я передаю тогда ему слово михаил привет еще раз я тогда отключаюсь и ты можешь уже включать тогда свою презентацию вот да и пока ты это делаешь я просто в двух словах скажу во-первых да видеозапись конечно же будет по поводу вопросов вы можете писать в чате и там по мере того там как михаил будет ему удобно или нет можно сразу отвечать в общем там в процессе мы разберемся то есть какие-то вопросы там замечания допишите в чат так что мы постараемся ответить сразу отвечайте да ну вот если какие-то вопросы не увижу сразу то в конце данном случае ответить на все да еще раз всем привет да давайте начнем расскажу немножечко о компании по себе да ты не включил презентацию я ее не вижу по крайней мере она не включилась да сейчас секунду так а вот сейчас шло дело окей да да презентация компания небольшая на компания Trinity Digital основана в 2014 году входит в топ-10 лучших мобильных разработчиков москвы вот мы делали такие приложения как рецепты завтраков Юлия Высоцкой рецепты Юлия Высоцкой корпоративные приложения для Nespresso чоп-чоп для крупнейших парикмахерских в СНГ электронные учебники школа 2000 стоит крупнейшее частное издательство по величине следующее после просвещения и многие другие да вот регалия первое место в категории лайфстайл да то есть так сложилось сейчас стихийно что у нас много приложений в категории лайфстайл и оно признано лучшим по версии рейсинга рунета да ну компетенция у нас соответствует стандартному набору для необходимого для создания мобильного приложения то есть это дизайн разработка и тестирование вот этап разработки я думаю что пройдемся по нему еще подробнее позже могу сейчас рассказать небольшую предысторию вообще как я пришел к компании я заканчивал в МК математике и вот и после этого пошел работать в не ред это прибамонки организация вот там там мы занимались созданием антенных решеток я писал для них софт вот это абсолютно противоположное занятие мобильным приложением да то есть это такое что-то исключительно хардвардное связанное с низкого уровня разработкой вот и там было достаточно весело клевый коллектив вот ну какой-то момент я понял что разработчики делятся на два типа тем кому важно видеть то что у них в итоге получается визуально ну и второе те кому в принципе это не важно как-то да и достаточно писать какой-то хардварный низкого уровня софт вот мне стало интересно попробовать мобильные приложения вот я пошел в крупнейшую компанию разработчик по для мобайла в россии вот и там от джуниора дорос до тем или до руководителя группы и в какой-то момент понял что я уже накопил достаточно компетенции и знаний чтобы стартовать собственный бизнес вот и основал тогда компания триньти держит вам да я не знаю видео нам вообще нужно может чтобы у тех кого не слышно было не слышно отключить видео потому что конечно видео может сильно сбивать канал а ноги хорошо да и компания существует относительно недавно но за этого времени за это время добилась многого сделали ряд топовых приложений суммарная численность пользователей значительно превышает пару миллионов точно я думаю что еще больше их там час вот и прокачались в разных направлениях вот можно поговорить про на компетенции которые нужны собственно для мобильной разработки и процесс но вообще как происходит работа над приложением то есть сначала составляется техническое задание и бриф то есть вы приходите как заказчик мы составляем по вашим хотелкам вашим желанием описание более техническое более формально утверждаем его и дальше начинается проектирование логика взаимодействия пользователей с продуктом и составление каркасного представления продукта называемый варфрейм и то есть это как бы вроде еще не дизайн потому что мне отрисовано все в цвете но при этом это уже некий такой x да то есть это последовательность экранов переходы между ними ну и дальше уже отрисовывается дизайн это уже финальная версия в которой дальше собственно идет непосредственно разработка у нас ведется спринтами тоже чуть позже поговорим немножко вкратце что такое спринты джайл да то есть это двух трех недельной итерации в течение которых мы каждую итерацию предоставляем некий уже в чем-то готовый продукт раньше на заре программирование еще в 70-е был массово распространен waterfall как разработка это методика когда команду забирали грубо говоря на год и она через год выдавала результат сейчас в наше время важно оперативность результата и частое представление сборок поэтому все больше команд переходит на гибкие методологии вот ну собственно дальше процесс тестирования и запуск продукта его дальнейшее сопровождение поддержка но можно вкратце еще пройтись ну вот это команде да можно пройтись вкратце по проектам да то есть это чоп-чоп это неспрессо корпоративные приложения это рецепты завтраков для apple watch в том числе приложение ирпана который мы делали совместно команды double приложение было зафичили на google категории дизайна в арт но и приложение электронная школа 2100 электронную учебники на да я думаю что можно перейти сейчас к презентации про делать или не делать мобильное приложение сейчас я запущу так вот все должно уже заработать до делать или не делать мобильное приложение вообще ну можно вернуться к базису до доставить здесь основной терминологии чтобы мы одинаково друг друга понимали мобильное приложение это компьютерная программа заточенная для того чтобы хорошо работать и запускаться именно на мобильных устройствах будь то смартфоны или планшеты да но мобильное приложение сейчас проникли в нашу жизнь повсеместно все вы знаете приложение постоянно используете гонки которых вы видите я думаю что многие другие тоже приложения есть какие приложения менее популярные которые допустим вы используете тоже постоянно допустим быть банковский софт да можно даже вспомнить чего все начиналось в 2008 году apple запустила appstore для своего недавно выпущенного первого смартфона от apple iphone тогда были какие-то сотни приложений сейчас там уже больше полутора миллионов приложений и больше ста миллиардов скачиваем google сейчас на сегодняшний день уже приближается к двум миллионам приложений google play и около 150 миллиардов суммарных скачиваний это начало 2016 года информация какие бывают типы мобильных приложений но это может быть на сайт просто адаптированные под мобильное приложение да то есть если вашего бизнеса есть сайт вы можете сделать так чтобы он насмотрелся неплохо на мобильных устройствах это может быть кроссплатформенное приложение так называемое то есть это мобильное приложение но которое написано как бы с одним исходным кодом и на ios и на android и на прочие платформы то есть вы пишете один исходный код по сути похожий на веб да но просто он чуть лучше заточен под мобайл есть нативное мобильное приложение то есть это приложение которое пишется именно под ios но нативными мобильными приложениями сделано нативно большинство тех приложений которых мы смотрели до этого да это facebook instagram и прочее они конечно делается нативно и некое коробочное решение то есть если у вас есть задача какая-то например сделать систему записи или приложение подобное уберу или что такое вы можете посмотреть поискать может быть есть коробочные решения для того чтобы быстро запустить свое приложение своего бизнеса готовы и не писать с нуля свое решение дальше основная разница между вебом и мобайлом но наверное основная преференция на мобайл и нативного приложения это то что если вы напишите свое приложение то вы сможете хранить данные оффлайн это крайне важно для приложения которые работают там с большим числом данных особенно там касается не знаю путешествие или необходимости работать там где интернет дорогой либо вообще нет просто обязательная история также это встроенные покупки да то есть вы можете через свое приложение покупать контент ну и опять же это быстрота работа то есть сейчас веб в сайт и любые другие истории работающие в вебе они работают на мобильных телефонах нормально только если это что-то очень простое если мы говорим уже каком-то сложный продукт то конечно он уже работает недостаточно быстро что может быть критично некоторых ситуациях да стадии создания мобильного приложения но я думаю что можно чуть позже будет к ним вернуться да сейчас на я бы обсудил чек-лист по крайней мере начал обсуждать да то есть ну вот если вы думаете размышляете о том что же все таки нужно для вашего бизнеса достаточно ли сайта сделать его нативным сделать его адаптивным для телефона или все таки нужно приложение вы можете задать себе вопросы основные на то есть если у вас необходимость работа оффлайн если необходимость работать с карты опять же вопрос безопасности да то есть если необходимо если необходимо обеспечить безопасность работы с данными пользователя если это какой-нибудь банковский софт если это ну тем более банковский ну или опять же даже если это допустим приложение или сайт который работает с приватными данными да собирает какие-то чувствительные пользовательские данные здесь уже становится критичное требование безопасности и опять же важна ли быстрота ну вот по сути если там на три или больше этих пунктов у вас ответ да то очевидно вам нужно мобильное приложение потому что сайт при всем желании не смогут обеспечить достаточного уровня этим позициям да михаил а можно в процесс разработки а можно просто вот чек-лист просто да немножко поговорим об этом просто мне интересно во первых а ты можешь сказать почему например вот веб то есть мобильной версии сайтов например не такие же быстрые как приложение в чем причина здесь я вижу две причины это чисто технологическое во первых что мобильных приложений у них есть доступ к низкоуровневому sdk у операционных систем то есть приложение намного большие возможности оптимизации скорости работы чем у веба в он слишком универсален да то есть он сделан заточен по то чтобы работать везде приложение может использовать какие-то хитрые хитрые чисто ясные например штуки чисто андроиды есть вторая причина до причина экономическая которая очевидно не афишируется везде но она понятна если подумать идеологически на что в мобайле apple и google берет 30 процентов с каждой покупки в приложении то есть ну например вы продаете ну не знаю где расширенную версию свое приложение или какой-то контент да там продаете допустим за 100 рублей вот с каждой продажи apple и google берет 30 процентов то есть в нашем случае 30 рублей в случае с вебом этого нет то есть веб они не контролируют соответственно очевидно совершенно что эти две компании они абсолютно заинтересованы чтобы максимально развивать нативную поддержку но в случае бесплатное приложение но тут конечно больше мы когда говорим о технологическом технологическом ограничении да то есть любые веб истории да там любой веб-сайт он опирается на веб стек технологии он очень универсален он работает везде но он не может себе позволить оптимизацию хоть какую-то под платформу конкретно подается ли под android за счет этого например какой-нибудь скролл когда вы листаете ленту фейсбуке да там он всегда лучше работать или любая любая загрузка сложного контента хоть сколько-то сложного она работает всегда лучше в нативной версии то есть тут могу привести пример что там даже вот если взять контент с виртуальной реальностью дата но это такой пример сложного контента показывали на конференции google.io вир вью это технология для того чтобы можно было очень быстро ваш сайт строить виртуальной реальности вот и в мобайле он отлично работает в вебе даже то что показывалось на конференции там все жестко едет на телефонах съезжает на разных на разных разрешениях телефона выглядит по-разному да то есть веб он слишком универсальность это и сильная сторона и одновременно слабая то есть в мобильных приложениях вы можете вы точно знаете то что ваше приложение пример будет использоваться на ios телефонах или там на из телефонных планшетах и вы соответственно планируете что там будет такая-то верстка определенные какие-то правила работы с контентом в вебе вы не знаете абсолютно уже где ваше приложение будет запускаться да ну ваш сайт это может быть и там огромный дисплей ноутбука компьютеров настольных и дисплей ноутбуков или есть маленький android-телефон ну поэтому здесь невозможно предугадать и здесь уже другое совершенно качество другое качество приложение другое качество работы опять же есть еще еще одна важная важный нюанс который я не проговорил это внимание пользователей к вашему контенту то есть если мы говорим о вебе но человек зашел в зашел на страничку особенно если мы говорим про ноутбук но даже если мы говорим про телефон зашел с телефона ваш сайт там поскролил что-то посмотрел посерфил и ушел на другой и все я забыл про него если вам повезло и ваше мобильное приложение заняло место найти на телефоне пользователя а еще лучше там на первой страничке то это постоянное захватывание его внимание он постоянно у него заходит постоянно возвращается глазами к нему совершенно другой уровень внимания потребления информации вопрос еще а нужно ли учитывать кто является целевой аудитория вот ну то есть мне кажется это же важный вопрос да я думаю что да то есть если если целевая аудитория ваша допустим такая какая-нибудь узкие узкая целевая аудитория вы точно знаете например что это целевая аудитория использует только ios но такое бывает да что например не знаю там какой-нибудь контента подразумевать подразумевающие более дорогие услуги еще что-то ну зачастую бывает возможность понять что ваша целевая аудитория 90 процентов преобладания и по устройств или наоборот android устройств то вы например точно можете знать что вам не нужно писать две версии приложения вам достаточно 1 и возможно там да тогда вообще жизнь упрощается да вы понимаете что может вообще не нужен сайт он достаточно одного приложения или наоборот и вы понимаете что ваша целевая аудитория ну это наверно сейчас опять же больше редкость на что ваш целевая аудитория это люди которые очень старые телефоны у которых там вообще там едва ли есть там опстор или google play ну наверно тогда логично не делать сайт. Но это, как это сейчас уже все более вымирающий вариант, да, сейчас, конечно, обычно все-таки люди уже активно пользователи приложений. Окей, ну, я не знаю, может быть, ты дальше еще об этом скажешь, но ведь приложения нужно поддерживать, да, как-то их обновлять и, там, в том числе, там, когда выходит новое устройство, да, под новое устройство и так далее, то есть версии какие-то, то есть это же сложнее, да, чем сделать просто какой-то адаптивный сайт. Ну, тут опять же, смотри, о чем мы говорим, да, то есть если это сайт-визитка, если это абсолютно простейший контент, то тогда, конечно, там, да, в случае с сайтом вы его сделали, вы его, там, он у вас там где-то крутится в вебе, и, там, да, вы его обновляете реже. С мобильным приложением там, при выходе новых версий iOS, Android, теоретически что-то вам придется переписывать, хотя это тоже здесь вопрос, потому что на самом деле в вебе тоже сейчас каждый день меняется, и все равно вам придется так или иначе любой софт, будь то сайт или приложение, или что бы то ни было, конечно же, хорошо, когда у вас есть люди, которые вам смогут оказать поддержку. Если говорить о обновлении приложений, то сейчас тоже очень хорошая новость для людей, которые в теме, которые занимаются приложениями или имеют свое, вот, ну, я думаю, что интересно про это будет рассказать всем, да, что раньше была целая история с iOS-приложениями, то есть вам нужно было, когда вы его заливаете в Apple Store, нужно было ждать около двух-трех недель, пока она обновится, публикуется, обновится, и дальше, если у вас какое-то появлялось обновление, также вам нужно было там ждать целую кучу времени, в отличие от Android, который сливался моментально, то есть все с одной стороны ругали Apple и говорили, что он делает правильно, потому что, ну, по сути, такой долгой ревью, долгий обзор приложений позволял там им очень качественно отбирать приложения, выкидывать там очевидно какие-то неправильные приложения, да, которые плохо работают, вот. Сейчас, сейчас, буквально неделю назад Apple изменил свою политику, и сейчас они гарантируют в течение двух дней или быстрее обновление приложений, то есть сейчас, по сути, ну, как бы все больше стирается разница между сайтами и между вебом и мобайлом, да, в контексте обновлений, то есть вы как бы накатили обновление в вебе, оно у вас сразу появилось, и в мобайле то же самое, вот. То есть все вообще, да, тоже я думал говорить об этом дальше, но сейчас можно обмолвиться, что вообще эти две сферы веб и мобайл, они как бы все больше как магниты там стремятся друг к другу, но неизбежно все равно возникает большая разница там, да, между ними. То есть взять движение последних лет, да, там, мобайл веб, да, когда все компании пытались, все компании мира пытались создать набор фреймворков, который бы позволял вашему сайту работать как приложение, но как бы все равно здесь не было достигнуто какого-то идеальной работы. Сейчас очень интересно начался второй процесс. Google на своей конференции, Google.io анонсировал Instant Run Apps. Это технология, которая позволяет без скачивания мобильного приложения его запускать. То есть, к примеру, ну, вот пример, который проводил Google, вы на сайте своем размещаете, или в SMS-ке высылаете пользователю ссылку на фильм какой-нибудь, он на ссылку эту нажимает, но открывается не сайт какого-нибудь АМДБ, открывается приложение АМДБ, но без скачивания, да, то есть оно как бы на лету подкачивается и открывается уже непосредственно в приложении на телефоне. Это, конечно, очень круто. Я думаю, что это сильно поменяет то, как люди будут пользоваться приложениями. Вот, Алексей, я ответил на вопрос. Может быть, еще какие-то есть уточняющие, или как дальше? Пойдем по... Я думаю, что можно дальше, просто там сейчас пока не забыл, у меня был вопрос о том, что вот когда люди задумаются о создании мобильного приложения, вопрос в том, то есть вот компания мобильной разработки, она потом должна его поддерживать какое-то время, то есть кто будет обновлять, или это вот такая постоянная совместная работа? То есть вот... Да, я понял вопрос. Да, ну вообще тут я думаю, что нам нужно поговорить о структуре, того, как вообще работает приложение, как работает сервер. Сейчас я найду этот слайд. Секундочку. Так, сейчас пока начну рассказывать. Да, то есть вообще есть такое понятие, как тонкий клиент. Что это значит? Сейчас большинство приложений представляет из себя, по сути, просто как бы viewer, некую оболочку, которая отображает ваш контент. Весь же контент, он хранится на вашем сервере. Да, вот в этом сайте. Да, то есть у нас есть три части, да, там работает дизайн, когда мы сделали мобильное приложение и серверная часть. То есть сейчас практически уже не осталось, либо все меньше остается приложений, которые не имеют серверной части, в которых целиком, что называется, зашита вся информация. Да, пишу, наклоните камеру, хорошо. Да, то есть сейчас все меньше остается приложений, которые в себе содержат весь контент. То есть, например, вы создаете какое-то приложение для путешественников или приложение, которое имеет тот или иной контент, новостное приложение. Да, совершенно очевидно, что вам обязательно нужна некоторая администраторская панель, в которую вы будете заходить и вносить туда контент, вносить туда фотографии, текст, видео. Все что угодно. Может быть, даже если угодно, как-то менять цвета интерфейса мобильного приложения в зависимости от времени, года или что-то такое. То есть тут возможности бесконечные. То есть можно, по сути, в своем приложении настроить его так, что оно будет абсолютно подчинено серверу и получать всю информацию с него. Но при этом, когда сервер недоступен, то есть когда приложение оффлайн, в отличие от сайта, оно может полноценно работать, полноценно отображать тот контент, который оно в себе сохранило. Вот. Тоже, если говорить про серверную часть, есть как бы два пути. Первый путь сложный. Это путь, подходящий для больших и крупных проектов. Это создание самописной своей системы серверной. Этот вариант дороже, но он позволяет сделать практически все, что угодно, все, что вам нужно. Второй вариант – это приложение с использованием так называемого backend as a service. То есть это готовые решения. Это такие сервисы, например, как Firebase и многие другие. Firebase какое-то время назад купил Google, сейчас активно развивает. Вот. Там есть, там присутствует, кроме возможности загружать контент, любой, будь то файл или текст или все, что угодно, вы можете также смотреть аналитику, полноценную аналитику по своему приложению, что люди читают, что смотрят, куда заходят, где остаются долго. Можете смотреть отчеты об ошибках в приложении, да, все, что угодно. Вот. То есть это все работает из коробки, ну, практически бесплатно, если только у вас там не суперогромный проект. Вот. То есть это, в принципе, все сейчас есть. Да. Ну, тогда, Алексей, я продолжаю дальше, да, в презентации. Насчет вопроса про контент я ответил. Или, может быть, какой-то еще другой стороны интересного оба подойти? Ну, в двух словах еще, если о том, что есть приложения, которые хранят информацию у пользователя, а есть на серверной части, да, вот, то есть там большинство мессенджеров или там Телеграм, он все хранит в облаке, да, как я понимаю. То есть если я приложение удаляю, то и потом загружаю, у меня все равно все остается. То есть он удаляет. Любое уважающее себя приложение, конечно же, не хранит все локально, работает все. То есть, да, действительно, как Телеграм или любой мессенджер, ну, представим себе, что оно хранило бы себя у себя все в локальной базе, но это означает, что если вы удаляете приложение с своего устройства, потом устанавливаете, заходите и обнаруживаете, что нет ни одного сообщения. То есть для пользователя, конечно, это неприемлемо, и здесь обязательно нужна некоторая серверная часть, которая, кроме всего прочего, может быть связующим звеном между сайтом и приложением. Опять же, как Алексей привел пример с мессенджером или с Телеграмом, что у нас есть сайт, допустим, Facebook, в котором вы переписываетесь, есть приложение мессенджера, в котором вы переписываетесь, есть некий сервер, который в себе все это собирает. Да, соответственно, у вас есть возможность это связать в некую единую экосистему. То есть мобильное приложение, это как бы тоже здесь нет такой альтернативы. Мы сейчас говорим делать либо мобильное приложение, либо сайт, но здесь нет такой исключающей альтернативы. То есть зачастую хорошо иметь и то, и другое. И сайт, как страница, на которую заходят все быстро, допустим, как у Яндекс.Такси, вы можете зайти на сайт Яндекс.Такси и заказать его себе оттуда. Но при этом, конечно же, большинство людей заказывают такси из мобильного приложения, потому что это в разы удобнее. Окей, тогда дальше, пока вопросов нет. Да, ну я думаю, что можно сейчас поговорить про... Может, да, может, какой-то вопрос есть. Вот если что, можете сейчас писать в процессе. Вот можем обсудить, может, какие-то темы было бы интересно поговорить. Я могу немножко сейчас поговорить про технологии в мобайле. То есть вообще основные стадии — это сбор требований, создание приложения, разработка, интеграция с тем же сервером, о котором мы только что говорили, тестирование и поддержка. Поддержка подразумевает над собой исправление появляющихся багов. Да, то есть это могут быть либо какие-то баги в приложении, связанные, допустим, с выходом новых версий операционной системы. Да, как известно, Google и Apple выпускают их каждый год. Да, то есть Google выпустила новую версию Android N, она сейчас бета-версия, но вот вскоре будет доступна для всех телефонов. Apple, вот все интересующие технологии Apple ждут презентацию VVDC. Вот, соответственно, Apple презентует новую версию iOS 10 на ней, вот, и постоянно выходящие версии операционных систем, и меняющиеся данные входные, и ваше приложение, что-то в нем может начать работать не так. Вот, соответственно, да, необходимо обновление его, необходима поддержка. Ну, да, то есть это все, что касается технологий, хоть сколько-то сложных, конечно же, требует неизбежной поддержки. Это касается не только приложений, но и сайтов. Методики разработки. Да, вот Кирилл спрашивает, какие есть особенности в стадиях в сравнении с созданием веб-приложения. Ну, вообще, я бы сказал, что стадии в целом похожи, да, то есть вообще стадии разработки, вот, и эта картина, которая, да, которая вы видите сейчас на экране, она была проработана еще в 80-е, задолго до того, как появились мобильные приложения как явления, то есть, в принципе, любое программное обеспечение, оно похожим образом разрабатывается. Единственное, что, наверное, ключевая разница между сайтами и приложениями стоит в том, что сайты все-таки в большинстве своем проще как программа, и из-за этого цикла итерации, они могут быть чуть меньше, допустим, да, то есть, если в мобайле стадии обычно длятся либо две, либо три недели, ну, то в сайтах три недели зачастую – это уже срок, за который можно изготовить целиком мобильные приложения, да, то есть, если говорить про мобильные приложения, то простейшее мобильное приложение, оно там изготавливается два месяца, то бывает и три-четыре месяца. Некоторые приложения делаются в течение года, если это сложные приложения. То есть, да, разница в длительности, может быть, стадии, и разница, может быть, в использованных технологиях, очевидно, да, в технологиях тестирования, вот, но суть стадии остается похожей, да, то есть методики разработки, они едины, они касаются и веба, и мобайла, вот, ну, да, если говорить про методологию разработки гибки, есть, ну, я вкратце буквально совсем вас свищу, да, это может быть либо waterfall, о которой я уже немножко говорил, то есть это вот такой вот долгий способ разработки, когда команда разрабатывает там почти по шесть месяцев программу, он сейчас крайне редко применяется, потому что все меняется очень динамически, быстро, за полгода может меняться уже там вся парадигма вообще, да, там, в мобильных приложениях, да, то есть, конечно, нужно идти намного быстрее, да, то есть и в интересах заказчика, и в интересах исполнителя двигаться быстро, да, быстро получать работающий прототип, быстро проверять на пользователях, потому что мы можем там предполагать одно, в итоге оказывается, что пользователи используют приложение совершенно по-другому, то есть, например, могут, может оказаться, что пользователи вообще не заходят в какой-нибудь раздел в мобильное приложение, а мы думаем, что какой-нибудь очень важный должен быть популярный, оказывается, что пользователи вообще его не используют, ну, например, используют другие, на которые стоит сделать больше акцент, вот, и многое другое, но на самом деле можно выяснить только в плотной итерации пользователя и приложения, заказчика и приложения. То есть чем быстрее мы движемся, тем лучше. Существует целый ряд технологий, сейчас не буду вдаваться в них. Мы применяем несколько из них, основные элементы всех этих технологий. То есть технологии, позволяющие двигаться быстро, получать результат быстро и быть гибкими. Вообще сейчас уже многие говорят, постоянно можно слышать о том, что вообще сейчас больше идет не конкуренция технологий, не конкуренция идей, а конкуренция методик управления, методик разработки. То есть чем люди гибче, тем быстрее, тем, по сути, у вас больше конкурентное преимущество. Как-то же шутил, ну, отчасти шутил, отчасти это реальность, умер. Да, там одной из конференций говорил, что у них с утра возникает идея, идея о разработке, они думают, они внедрись ли в их приложение, днем собираются, чтобы это обсудить, а китайцы уже днем реализовали это в своем приложении и запустили. То есть, ну, сейчас конкуренция достигла вот такой вот скорости. Да, Юлия спрашивает, сколько стоит создать мобильное приложение. Я думаю, поговорите-то чуть дальше, в принципе, можно сейчас тоже к этому перейти. Да, то есть стоимость варьируется в зависимости от того, что у вас за задача. Да, второй вопрос, он спрашивает, существует ли сервис, с помощью которых можно было бы создать мобильное приложение. Да, вот как раз я хотел сейчас проговорить этот момент. Да, то есть у нас есть, ну, вот мы в самом начале говорили, сейчас я найду этот слайд, говорили, что у нас есть нативные мобильные приложения. Да, вот он, типа мобильных приложений. Есть нативные мобильные приложения на iOS на Android, есть кросс-платформенное мобильное приложение, есть коробочные решения и есть Mobile Web. Соответственно, если мы говорим про нативные приложения, опять же, здесь может варьироваться все от задачи, да, но как бы средняя стоимость мобильного приложения, которое делать около трех месяцев, средняя по рынку, я сейчас называю, да, она варьируется от вендора к вендору, она вряд ли будет меньше, чем 400 тысяч рублей за приложение, потому что это работа около трех месяцев, не меньше работа множества людей в команде. Вот, кросс-платформенное приложение, оно может быть дешевле, если, да, мы говорим про, там, какой-то вариант кросс-платформенного приложения, оно может стоить примерно столько же, но просто выиграв в том, что оно будет работать сразу на двух платформах. Но минус в том, что, опять же, там огромное количество ограничений, это, по сути, тот же веб, просто развернутый на мобильный. Вот, соответственно, есть коробочные решения. Вот здесь вот уже интересно, да, то есть вы получаете нативное приложение, да, которое работает со всеми плюсами нативных решений, но при этом оно стоит, ну, просто на порядке дешевле. Да, то есть, там, если говорить про наши решения, мы сейчас активно работаем, по сути, у нас уже есть готовое коробочное решение для Uber-подобных приложений и систем записи, то есть это, если у вас есть идея некоторая, допустим, приложение там быстрой доставки или чего угодно похожего на Uber, да, то есть, не знаю, вот к нам приходили люди и спрашивали, можем ли мы сделать приложение для супербыстрой доставки пиццы, еды, пиццы, еды, всякой разной. Да, соответственно, ну вот мы предложили им наше решение, вот сейчас с ними работаем, скоро запустим в начале июня. Софт – это супербыстрая доставка, да, то есть так же, как в Uber, вы заходите, заказываете. Вот это можно, на самом деле, не перечесть примеров, это может быть, допустим, грузоперевозки, да, то есть там сейчас ребята стартуют свой сервис Uber только для грузоперевозок. Но сейчас вот на самом деле такой тренд есть, там дальше еще поговорим про тренды, это Uberization, да, то есть это такая новая экономика, Uber-экономика, в которой есть платформа и, да, там люди, в основном, зарабатывают на платформе. Ну вот, как бы, если говорить о коробочном решении, мы можем предложить, как бы, вот быстрое коробочное решение для проверки вашей гипотезы. Есть какая-то идея, мы можем там быстро проверить, предоставив вам коробку, да, по сути, как бы, сама стоимость там, она либо близка к нулю, либо равна на нулю, но там какая-то стоимость с каждой транзакцией внутри приложения, берется, монетизация за счет этого. Вот Юлия, да, вот до этого гость спрашивает, если говорить о социальной сети, ее стоимость. Ну, здесь очень сильно все зависит от того, что вы имеете в виду, вот, социальной сетью, да, то есть это может быть некий мессенджер, переписка, ну, как бы, по сути… А, вот аналог Badoo. Ну, да, мы делали приложение, кстати говоря, FindFace, сейчас очень известное, да, то есть то, что там были общения, правда, часто туда не уберутся, да, то есть, ну, тоже просто к слову пришлось, да, и там тоже вот есть распознавание людей по фото и так далее, да, то есть тоже такой интересный был очень проект. Да, ну, вот если возвращаться к вопросам гостя, да, про аналог Badoo или Tinder, ну, такая же там нижняя грань будет, то есть там разная стоимость предложит, то есть как бы там можно ориентироваться где-то на 500 тысяч, где-то около того от, опять же я говорю, да, то есть это вот. Насчет готовых решений для Badoo и Tinder, сейчас, ребята, есть такое приложение, кажется, называется Pur или что-то такое, сейчас вылетело из головы, какая-то новая сейчас активно продвигающаяся приложение для знакомств, сейчас я потом посмотрю, как оно называется, Pure, вот, Pure, и они сделали платформу, вы посмотрите в этом направлении, платформа называется Soul, вот так вот она напишется, вот, может, она вам подойдет там, ну, как раз к вопросу о платформах, да, мне кажется, сейчас такое время, когда будет появляться много таких вот, заточенных под конкретную нишу платформ. Так, да, я говорю в рублях, да, но, как бы, еще раз подчеркну, что это нижняя грань по рынку, то есть дешевле, то, что предлагается дешевле, это означает, что это что-то странное. В реальности стоит, конечно, рассчитывать больше. Про тренды, про тренды. Да, там еще был вопрос, коробочное решение для СМИ. Коробочное решение для СМИ, ну, какое-то наверняка есть, если поискать, так исхода не схожу. Вот, ну, можно использовать не обязательно, там, целиком коробочное решение, заточенное именно для СМИ. Вы можете посмотреть в направлении какого-нибудь коробочного решения для блога своего, там, да, там, ну, вот их сотни вообще самых разных. Они там легко гуглятся. Ну, вот, ну, и как-то дальше его немножечко, там, допилить, как-то, может быть, там, да, доработать. Да, по трендам дальше. Ну, это интернет вещей, про которые все уже, там, да, говорят много лет, но сейчас он все больше и больше проникает в нашу жизнь. То есть это, по сути, как бы явление, когда появляется все больше устройств, подсоединенных к сети. И если раньше вы знали, сколько их у вас, то есть наш телефон, там, роутер и ноутбук, то сейчас вы просто, как бы, там, ну, там, грубо говоря, наши дети, они уже не смогут, не смогут пересчитать их. Они будут знать, сколько устройств в их квартире подсоединено к сети. Потому что это может быть, там, и электронная, это, и СВЧ-печь, и стиралка, и что угодно вообще, да. Ну, и, соответственно, здесь возникает совершенно новая технологическая история, да, когда все связано со всем. Дальше это, ну, очевидно, боты, которые лезут туда всюду, да, то есть сейчас все, кому просто не лень создают новые мессенджеры, но ботов в соцсетях, то есть, ну, это такой вот супертренд последних месяцев, ну, или, там, года, это об индексе, то есть поиск по содержанию приложения. Google тоже сейчас анонсировал, ну, вот сейчас продвигает поиск. Если вы сейчас вобьете в Гугле какие-то ключевые слова, зачастую вы можете видеть, что вам предлагается скачать приложение, да, то есть, ну, а поиск уже идет по самому контенту внутри приложения. То есть, опять же, идет больше связывание веба и мобайла. Ну, это Instant Run Apps, который я упомянул, да, то есть это быстрый запуск приложения, когда вы что-то ищете, вам что-то нужно, вы никогда, допустим, не будете скачивать приложение IMDb для просмотра фильмов и их рейтингов, но при этом вы можете, если у вас поддерживается Instant Run Apps, а он будет поддерживаться почти у всех новых андроидов, вы можете быстро посмотреть, не скачивая приложение, вы можете запустить это приложение и получить там другой уровень сервиса и работы. Вот. Дальше это таргетированные пуш-нотификации, тоже сейчас все к этому идут, когда там не просто вы закидываете пользователя нотификациями, он в итоге удаляет ваше приложение в ужасе, назойливых нотификаций, да, вы как-то умно им шлете, в зависимости от того, какой возраст, какая целевая аудитория, какая у него группа целевая, там и так далее. Вот. Дальше это VR-AR, очевидно, да, то есть тоже здесь у нас планируется выпуск платформы для VR, потому что сейчас, как ни странно, все равно крайне мало хороших качественных решений, хотя тема, конечно, в тренде, да, то есть сейчас, опять же, очень много анонсов, в том числе от Google, да, там по теме VR-AR, там их проект Project Tango так называемый, да, такой амбициозный проект, интересный очень, дополнен реальностью и виртуальной реальностью, много чего уходит, вот. И два тренда тоже, на которых я обмолвился, это Uberization, да, то есть выход новых и новых Uber-приложений в разных сферах и платформы, да, то есть все больше накапливается экспертиза у разработчиков в разных сферах, и они переходят от создания индивидуальных приложений к платформе. Вот. Ну, как-то, в принципе, наверное, из основного того, что я хотел рассказать, вроде как все. Вот. Может быть, какие-то у вас будут еще вопросы? Ну, вот у меня будут концептуальные вопросы, наверное, так. Вот смотри, то есть получается следующая ситуация, что если мы сравниваем с вебом, да, то когда начали возникать сайты, да, то есть разработка, ну, опять же, это пришло к тому, что есть два варианта. Либо ты сам пишешь, либо ты сам пишешь. Что-то я себя слышу теперь. Вот. То есть это... Либо фреймворки используешь, да, вот. Либо используешь CMS, то есть это вот такие конструкторы, которые позволяют создавать какие-то веб-сайты. То есть получается, что мобильная разработка, по сути, приходит к чему-то похожему, да, когда, с одной стороны, ты можешь писать самописно что-то, да, потом использовать фреймворки, либо вот использовать те системы, коробочные решения, которые вот сейчас возникают. Так? То есть это вот... Да, совершенно верно, совершенно верно, да. То есть, опять же, тоже в сайтах мы можем наблюдать там путь-путь от каких-то совершенно монструозных, неперевариваемых CMS, которые, по сути, не работали, где там слишком перегружено все контентом, так уже к более заточенным CMS, да, там, и платформенным решениям, которые уже действительно неплохо работают. Например, та же, там, не знаю, Тильда, да, которая делает именно лендинги, да, там, Илон Крида, да, соответственно, или какие-то, например, для интернет-магазинов. То есть, ну, такие заточенные решения именно под вашу задачу. Не то, что решает все, потому что это не работает, конечно, а то, что решает какую-то частную задачу. Ну, да, Алексей, да, здесь ты прав, то есть действительно здесь что-то не послежит сходство. Ну, то есть, и получается, что, еще раз, актуальные мобильные приложения сейчас те, которые решают прям конкретную какую-то одну задачу, да, то есть, вот, выполняют какую-то одну функцию. Вот, то есть, не все, как ты сказал, да, а вот именно что-то конкретное. То есть, например, там, разместить, посмотреть карту, да, там, разместить точку на карте, либо, там, мессенджер общения, да, либо еще что-то. То есть, ну, вот с точки зрения некоммерческих проектов, интересно, ну, твое мнение. Вот смотри, у фондов часто возникает вопрос сделать свое мобильное приложение о том, чтобы люди жертвовали деньги, например. Но не кажется ли тебе это каким-то таким скучным, что ли? То есть, в данном случае это инструмент, как, ну, то есть, платежей, да, получается, мобильное приложение. То есть, человек один раз может это сделать, ну, два раза, но он больше не будет, наверное, заходить в это мобильное приложение. Вот, и как-то... Ну, опять же, на самом деле здесь все зависит от того, как вы это сделаете. То есть, тут можно сделать, ну, мне это абсолютно не кажется скучным, да, то есть, тут можно сделать интересную историю какую-то с, ну, с игровой механикой. То есть, ну, имеется в виду не будет игру встраивать, а именно там какие-то бонусные системы, когда мы даем какие-то бейджи пользователю, да, что он там молодец, прям супермолодец, да, какую-то историю социальную, опять же, да, коммуникации пользователей, что он может там похвастаться, как-то еще что-то сделать, опять же, какой-то фидбэк, да, то есть видеть как-то результат, что вот он там пожертвовал, что-то происходит, да, там, не знаю, как-то мы ему показываем, что они просто так деньги ушли, там, да, результат происходит. Вот, опять же, это может быть какая-то там связка, с одной стороны, удовлетворение человека, что он занимается благотворительностью, да, там, с другой стороны, какой-то ему практическую пользу еще дополнительную, то есть как-то, допустим, какие-то партнерские завести связи с, ну, с кем угодно, что человек там жертвует что-то, и дальше ему предлагается какой-то цифровой контент бесплатно, то есть как бы там для цифрового контента ему без разницы, его можно тиражировать бесконечно, человек приятно, да, то есть там он, допустим, в этом приложении может получить какой-нибудь промокут, или прямо там ему там открывается какой-нибудь интересный скрытый контент, или еще что-то, то есть тут можно генерить, выристормить, как будто нам очень много идей самых разных, как это может работать, и главное, что на самом деле это самая история, да, для некоммерческих фондов, она может быть, ну, опять же, смотря о чем мы говорим, но в базовом варианте она может быть не такой сложной, да, то есть можно придумать что-то интересное, быстрое и красивое. Да, пока из чата там Влад писал про конструктор, который подкачивает данные сайта и формирует из них мобильные приложения и помеченная плата за поддержку. Ну, собственно, как вопрос. А, черт, тут у меня, да, вопросы все не подгрузились. Да, так, можно сейчас по ним пройтись. Так, ну, да, я говорю, что здесь вот пишут про суммы, ну, как бы говорить про сумму без привязки к задаче достаточно бессмысленно, да, то есть понятно, что надо обсуждать конкретную задачу, и что нужно сделать, как бы, можно говорить про нижнюю грань, про верхнюю, наверное, уже нельзя, вот, да, потому что там гранью разная. Вот, ну, опять же, по задаче можно там, да, обсуждать, наценивать, смотреть разные варианты, как это может быть. Вот, так конструктор, дальше Влад спрашивает, подкачивает данные сайта и формирует на них мобильные приложения. Помещенная оплата поддержки, как такое точно называется, в каких случаях использователей совсем нет. Ну, есть, да, много разных решений, есть кроссплатформенные приложения, вы можете просто взять свой сайт и упаковать, грубо говоря, сделать так, что он был бы приложением, вот, но это такая достаточно история ограниченная, да, то есть кому интересно заходить на сайт, если у вас есть сайт, да, зачем человеку скачивать приложение, которое окажется тем же сайтом, по сути, да, то есть, ну, опять же, здесь сомнительная выгода. Ну, можно подумать, когда это осмысленно, если вам хочется вот прямо сейчас запуститься, нет особо ресурсов, чтобы делать мобильное приложение, да, и вы хотите, чтобы приложение работало оффлайн, вы хотите, чтобы там был ваш сайт, да, там просто упакованное приложение, ну, вот, в таких случаях это может быть интересно. В других, ну, обычно это все достаточно плохо работает, недостаточно круто для того, чтобы это все, чтобы пользователи были счастливы. Так, где можно найти разные коробочные решения для конкретных задач, конкретно для фондов и СМИ? Так, ну, для СМИ, ну, вот я там чуть-чуть раньше обмывался, обмывался насчет того, что, да, там конкретно про СМИ, сейчас не назову сходу какой-то конструктор, хотя, может, он и есть, да, но очевидно, что есть конструкторы там для блогов, конструкторы там для приложений, связанных с контентом, да, но его отображением, его можно думать, как там заточить именно конкретно про СМИ. Коробочное решение для фондов, ну, как бы, опять же, здесь надо смотреть, может быть, там, если окажется, что действительно это очень актуальная тема и много кому нужна, можно здесь подумать о том, чтобы, как бы, там, собрать какое-то коробочное решение и нам в том числе, да. То есть, если большое количество людей, которые этим интересуются, можно посмотреть в этом направлении, да, потому что тоже мы сейчас еще, на сегодняшний день именно конкретно связаны с некоммерческими организациями, у нас в положении нет, но мы сейчас работаем с ребятами, связанными с благотворительностью, Date for Charity называется, вот, тоже делаем для них приложение, соответственно, тоже есть, возможно, будут какие-то наработки по этой тематике, вот, может быть, тоже возникнет интерес оформить это, да, как бы отворил. Вот, то есть обращайтесь, пишите. Так, у меня еще есть вопрос. У тебя есть время еще? Есть время еще. А, да, у меня еще есть. Вот вопрос следующий, смотри, когда вы начинаете работать с заказчиком, вот, допустим, представим себе, там, что это действительно какая-то некоммерческая организация, и люди имеют, ну, там, некую идею, но они совершенно не понимают, там, как это будет, и, собственно, как создавать ТЗ, то есть, как, если какой-то промежуточный, там, человек или звено между, вот, заказчиком и, вот, вами, или, там, или программистом, то есть, ну, как переложить, вот, на язык ваш то, что хочет человек обычный, то есть, вот, как это происходит? Или есть вообще в этом сложность какая-то или нет? Ну, по сути, это этап, можно, там, вернуться к этапам, да, презентация. Это, вот, первый этап, этап, на котором, там, входные данные, это пожелания, хотелки заказчика и перевод их в технические термины. То есть, по сути, это, да, это составление ТЗ, действительно, да, то есть на входе поступают какие-то разрозненные представления человека, да, там, или, допустим, просто может, там, выйти заказчик с неким, там, видением того, что у него, там, есть бизнес, как может ему помочь мобильное приложение, да, и дальше, вот, естественно, requirement analysis, да, то есть анализ требований. Дальше все это трансформироваться в ТЗ. Степень, степень здесь формализации очень сильно зависит от задачи. То есть, ну, как бы, в среднем достаточно какой-то, там, допустим, ТЗ, ну, не знаю, описывающего основные сценарии и требования, да, без проработки, там, супер детальные каждого нюанса. Но если это, там, какие-нибудь, там, приложения госуслуга или что-то еще такое, да, то есть встречается, когда, там, техническое задание, оно уже чуть ли не равно самому приложению. То есть, там уже настолько все подробно описано, что уже дальше осталось только это все перевести в код и просто запустись. То есть, ну, тут, опять же, все сильно зависит от задачи. А сколько примерно все-таки занимает время разработки приложения? Вот вообще, ну, прежде всего, вознание, там, ТЗ до релиза? Ну, приложение в среднем, оно разрабатывается около трех месяцев, трех-четырех, но это, опять же, такое, наверное, средняя грань. Так бывает, приложения, которые год делаются, да, бывают приложения, которые запускаются, там, за пару месяцев. Но все равно, как бы, там, если это индивидуальная разработка, обычно меньше трех, очень редко бывает. А если будет, да, 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 а есть вот какое-то вообще время жизни приложения, что ли, вот, я не знаю, то есть, вот, допустим, вы выпустили, ну, то есть, понятно, что, там, теряется актуальность, там, что-то меняется, да, то есть, вот, все приложения, которые вы делали, они все еще актуальны, и если да, то, там, через сколько стадии обновления они прошли, или, там, как это вот? Да, я понял вопрос. Да, приложение, конечно же, нужно поддерживать актуальность, но, на самом деле, мое мнение, что главное приложение, это не дизайн его какой-то вот прям вот отточенный до нюансов, хотя это тоже важно, конечно, продуманность процесса в нем. То есть, если вы до пользователей доносите суть, если вы даете им нужный функционал, то, как бы, вопрос актуальности, он снимается на ближайшее время, как-то не сам собой, да, то есть, как пример, это Airbnb, допустим, да, то есть, у ребят очень долгое время был такой очень средненький дизайн, но при этом они давали суперинновационный интересный сервис и, как бы, получали все новых и новых клиентов. Есть обратные примеры, когда, не знаю, там, и сайт, там, и приложение, и вообще весь проект, там, в тренде абсолютно, весь дизайн, там, все проработано дизайнерски суперски, но при этом, там, два с половиной пользователя, потому что это просто никому не нужно, да, то есть, как бы, тут главное, мне кажется, все усилия приложить на продумывание, вот, нужно ли там это будет пользователь, да, принесет оно пользу или нет, да, то есть, вот, ну, как бы, актуальность, вторая часть вопроса была, там, про наше приложение, да, большинство из них, оно актуально, как часто обновляем, но стараемся периодически обновлять, да, то есть, вообще, мы придерживаемся тактики от того, что мы свои приложения для заказчиков, мы их постоянные пользователи, иначе невозможно просто, да, поддерживать, ну, качество нужное, ну, соответственно, как-то мы, как пользователи, мы в позиции пользователей хотели бы увидеть в этих приложениях появляющийся новый функционал все-таки, и мы стараемся его привносить. Так, там вопрос в чате Николая, что делать, если есть идея, да, 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 прочитай просто. Да, Николай спрашивает, что делать, если есть идея для приложения, но нет разработчиков и средств для студии, с чего начать создание приложения, с целью привлечь инвесторов в дальнейшем? Ну, вообще, в IT процесс привлечения инвесторов – это такой тонкий процесс, то есть, но, по сути, если вы придете в СЦД, вероятность того, что вам что-то дадут, она просто близка к нулю, да, то есть, я бы здесь рекомендовал все-таки начать, может, какой-то, не знаю, там, суперкостыльной разработки, когда вы хоть там сами изучите какой-нибудь базовый язык программирования, благо, что сейчас там есть для этого все возможности, и запилить какой-нибудь свой прототип, и протестируйте его, там, пользователя, либо возьмете платформу, да, если она в вашей сфере есть. Как раз в этом, по сути, у нас и была идея, когда мы делали Uber-Uber-платформу, которую мы будем через некоторое время активно запускать, продвигать, сейчас просто она в бете, мы работаем с несколькими проектами, вот. В чем была идея? Что действительно у стартапов очень частая проблема, вот то, что описывает Николай, что действительно есть идея, как бы, да, есть там, драйв, нет достаточно ресурсов, мы хочется проверить ее, ну, вот, как бы, можно взять наш софт, запустить его быстро для своего, для своей идеи, для своей гипотезы, проверить гипотезу, посмотреть, может, она не сработает, а может, сработает, если сработает, то уж тогда идти к инвесторам, говорить, вот, смотрите, у меня есть работающая история, я хочу выучить, я хочу, там, взять денег и сделать уже полноценное самописное приложение. Да, то есть может быть такая история. То есть вот, можно сейчас быстро-быстро как бы мысль такой следующий, вот, смотри, вот мы, как теплица организации, да, мы проводим, в том числе, хакатоны для социальных, там, и общественно важных каких-то проблем, но эти хакатоны, конечно, очень сильно отличаются от стандартных, технологических, потому что уровень, конечно, там, достаточно, вот, разработки, он, конечно, ниже, да, но, с другой стороны, высокий уровень, вот, понимания проблем. Соответственно, люди часто приходят просто с идеей, и вот, например, часто возникают, там, пожелания или желания создать мобильное приложение. То есть для них, в принципе, в первую очередь можно создать прототип с точки зрения, как мокап, правильно? То есть это еще ниже уровень прототипа, чем работающий прототип. То есть я хочу понять, а как вот, как таким проектом тестировать вообще идею приложения? То есть мокапа достаточно, вот, кликабельного прототипа, или как-то лучше все-таки сделать рабочую версию? Как? Мокап, ну, ты имеешь в виду, что создается просто рисованный мокап, и дальше как бы что делать с ним, да? Ну, достаточно... Можно делать клик, да, это, собственно, прототип, который там... Он показывает просто функционал, но он не работающий, да? То есть... Понятный вопрос. Ну, как бы я сторонник того, чтобы начать выходить к пользователям, ну, вот просто на самом раннем этапе, потому что, ну, просто самая первая ошибка огромного количества стартапов – это то, что люди вкладывают все деньги, что есть, продав там квартиру, машину и все прочее, там, да, в готовый продукт огромный, там уже как самолет просто, да, как ракета, а потом оказывается, что просто совершенно это все никому не нужно, да? То есть, по сути, лучше, если вы даже там, может, не с кликабельным макапом выйдете, а просто тупо от руки нарисованного на бумажке, и пойдете ходить там в коридоре, там, да, спрашивать там людей, интересно было воспользоваться, неинтересно, какие комментарии, что дополнить, как бы, да, то есть, чем больше коммуникация здесь, тем лучше, потому что, видите, вашим продуктом будут пользоваться люди, да, и там, не то, что вы его выпустите, да, и все гарантии, что пользователи думают так же, как вы, поэтому, да, мой здесь месседж, что, да, лучше с самого начала, имея базовый прототип на бумажке, тестировать все, но все-таки реалистично, как бы, тестировать уже более-менее массово, имея на руках не просто МОК-прототип, а хоть как-то работающие, да, то есть, допустим, взять там приложение для заказа еды, вам не обязательно иметь проработанный бэкэнд и проработанную админку, которая там будет складироваться все заказы, да достаточно, я не знаю, чтобы при нажатии кнопки заказать, все это заливалось в табличку в Google Doc, достаточно этого, как бы, да, дальше вы просто в это Google Doc посадите там оператор, и он будет смотреть, и уже дальше там отзванивать людям. На первом этапе это вообще ОК, потому что, как бы, зачем вам прорабатывать сложный бэкэнд, сложную серверную часть, сложную там, как бы, супер навороченную систему, когда вы еще вообще не знаете, работает у вас в гипотезе или нет. Достаточно, как бы, запустить базовое приложение, без особого дизайна, хоть как-то работающая по кнопке, по кнопке отправляющая все в Google Doc, все, этого достаточно. Ну, опять же, это уже можно запустить за какие-то кратчайшие сроки, то есть возвращаясь там к тому, что писал гость там про 3 миллиона рублей, но здесь нам явно нужно просто на порядке меньше денег, как бы, да, в разы-разы, какие-то минимум просто, можно вообще написать самому, если есть какие-то базовые навыки программирования, либо используя коробочные решения, и уже проверить вашу гипотезу, то есть не вкладывая эти космические ресурсы, вот, и уже выйти на пользователя, чем раньше, тем лучше. Вот, все-таки еще раз хочу понять, вот, когда приходит, например, к вам заказчик с идеей, да, происходит какое-то некое все-таки тестирование на уровне разработки или исследование, или это он должен уже сам провести все? Исследование ты имеешь в виду, как бы, вот, на сколько идей. Актуальности, да, то есть, будете ли вы делать приложение, которое формально, как вы понимаете, оно не будет актуальным, то есть, вы как-то вот фидбэк даете с точки зрения вот именно актуальности идеи или там исследований в этом смысле? Да, безусловно. Да, то есть, мы никогда просто молча там не начинаем пилить идею, там, которая не работает, всегда даем фидбэк, но понятно, что вообще работа с заказчиком, это всегда творческий процесс, то есть, да, тоже, ну, у нас может быть одно мнение относительно того, что какой-то функционал, он будет неинтересен пользователям, заказчику другое мнение, или наоборот. Ну, и понятно, что мы всячески пытаемся советовать это со своей точки зрения, но понятно, что если это работа на заказ, то все-таки все равно, конечно, мы здесь внимательно прислушаемся к заказчику, как бы, да, если там, ну, в итоге в каком-то, вот, какой-то коммуникации все это рождается. Там вот в чате, Николай, еще парочку вопросов. Да, где тестировать эти кастыльные прототипы, их также выкладывать в App Store и Google Play. Зависит от того, что у вас за приложение, ну, как бы, в идеале, конечно, наверное, лучше их не выкладывать в App Store и Google Play, да, потому что лучше вам иметь хоть какой-то контроль, которыми пользуются. то есть это может быть, не знаю, ваши друзья, это может быть какой-нибудь там, ну, если вы знаете четко вашу целевую аудиторию, например, что это студенты, ну, идете вы со своим приложением в общагу, какой-нибудь, да, и, там, стоите там, ставите, устанавливаете всем подряд, и все, и вы получаете столько фидбэка просто, огромное количество, то есть этого будет вам достаточно, чтобы на 90% понять, что вы все-все делаете неправильно, или что вы, ну, или что вы там, что вам надо подкорректировать, там, да, чтобы приложение пошло в правильном направлении. Так, Николай сейчас спрашивает, не испортит ли такое тестирование, репутацию приложения в будущем? Ну, тогда ведь надо понимать, о чем мы говорим. То есть мы сейчас говорим о тестировании, не, там, того, что вы выпускаете приложение, полное багов, там, грубо говоря, как, не знаю, Telegram бы выпустил свой мессенджер, который просто тупо выкрашился при старте, не работал бы, и так далее, и позиционировал бы его как уже полноценный продукт. Ну, понятно, что это был бы провал просто. Нет, мы здесь говорим не об этом, мы говорим о проверке идеи, да, что мы берем идею, идем с ней, там, к людям, к пользователям, в общагу, или, не знаю, там, в бизнес-центр, или куда угодно, и проверяем ее просто на тех пользователях, что есть. Как бы, да, лучше это делать локально, чтобы как-то не было такого, что какие-то случайные люди качают и воспринимают его как там полноценный продукт. как-то здесь, опять же, очень важно акцентировать на том, что это бета-версия, что вы не предлагаете людям уже финальное решение, что вот, мы как бы вместе работаем над бета-версией, пользователи зачастую заинтересовываются, им интересно что-то новое, если у вас интересная идея, им интересно, ну, пользователи поучаствуют обычно в таких штуках, да, потому что, ну, это любопытно, нечто новое, а не первое. Надеюсь, я ответил на вопрос. Михаил, давай вот в конце сейчас резюмируем просто вот, вот что я понял. То есть, вот если я понял, мне кажется, другие тоже поняли. Вот еще раз, значит, вот у меня, например, есть идея проекта, да, я хочу понять, стоит ли вообще делать мобильное приложение и вообще что с этим делать. То есть, во-первых, я вижу преимущество в том, что действительно мобильные приложения работают быстрее, да, в этом преимущество. Потом, мобильные приложения могут работать оффлайн, использовать данные и так далее. То есть, это мессенджеры, например, как прямой пример, там, или там карты и так далее, да, там, например, оплата какая-то. Дальше, так, дальше нужно понять, ну, окей, допустим, если моя там идея действительно актуальна, понять, какое решение использовать, то есть, там, коробочное, либо там, другое какое-то, да, ну, это опять же, наверное, решается там, в процессе разработки, да. или, кстати, как это решается? Ну, это решается на этапе переговоров, когда вы определяете, что вам нужно от приложения, то есть, с тем, что вам нужно от сервиса, какой у вас будет польза, какой value от этого сервиса, да, и дальше вы просто можете решать. То есть, по сути, тоже как бы абстрактное приложение ради приложения, но это как бы не совсем так. Окей, то есть, вы понимаете, да, что вот вам нужно, допустим, вам нужно приложение, оно принесет такой-то, такой-то value вам, и дальше вы понимаете, так, у меня есть там какой-то бюджет на него, да, который я готов выделить. И дальше просто можно обсуждать варианты, да, то есть, это может быть либо, если бюджет достаточен, это может быть разработка на заказ, который позволит там максимально учесть все нюансы, либо это может быть, опять же, какой-то промежуточный вариант, это может быть разработка на заказ с долевым участием разработчиков, тоже сейчас такое встречается, и мы тоже на проектах так работаем, да, то есть, частично закрывается деньгами, частично, как бы, процентом. Либо это может быть коробочное решение, если вы понимаете, что ладно, одного, как вы готовы идти на некоторый компромисс, либо вообще вас целиком удовлетворяет коробочные решения, на первом этапе, по крайней мере, и вы готовы пойти заняться коробкой. То есть выпустить первую версию, которая будет решать проблему пользователей. На первом этапе достаточное количество проблем пользователей будет закрыто. Ну, а дальше посмотрим. Дальше уже будем снимать аналитику, потому что, конечно, во всех уважающихся коробочных решениях интегрирована аналитика. Можно смотреть, как приложение используется. Ну, и дальше вы смотрите, о, классно, например, пользователей так много, что, наверное, можно вложиться, сделать самописное решение. То есть, наверное, это динамический процесс. То есть основное решение принимается на первом этапе. Многое зависит от финансов. Дальше процесс идет в целом. Кстати, мне кажется, что еще здесь может зависеть от двух вещей. Это от, собственно, целевой аудитории, опять же, да, что, как мы говорили вначале, что реально, если, например, там, наша целевая аудитория использует телефон на Android, и если, например, есть коробочное решение, которое покрывает наши потребности, да, то, как бы, мне кажется, понятен выбор, да. То есть не стоит сразу делать самописное. Ну, как мне кажется, да. Либо, например, от функционала. Можно отталкиваться, да, что возможно ли там, что коробочное решение будет давать нам все то, что необходимо, или там, ну, допустим, снимать данные с сенсоров того же телефона. Ну, условно, да, допустим, там. Вот. То есть, мне кажется, как-то вот это вот связано, да. Так, допустим, окей, мы это делаем, делаем, делаем. Конечно же, много вопросов потом с продвижением возникает. Со стоимостью. Ну, да, продвижение — это вообще отдельная история. Но, опять же, как бы здесь все зависит от того, какой у вас проект. И, ну, тоже мое мнение, что просто вкидывать бесконечное количество ресурсов, как бы, да, в продвижение сильно зависит от содержания, да. Ну, большой вопрос, есть ли смысл. То есть, может, стоит попродвигать приложение на каком-то трафике, там, нативном, да, что вы размещаете сначала себе на сайте приложение, дальше там как-то продвигаете, ходите, там, да, не знаю, там, вы ходите к пользователям, продвигаете, там, его как-то там, да, через свои каналы, через текущую базу пользователей. Какой-то предлагаете, там, допустим, какие-то плюшки пользователя внутри приложения. Ну, как делать, например, ну, тот же преусловутый Uber или многие другие приложения, там, бонус за шаринг приложения, бонус за то, что вы кому-то его выдали еще из ваших друзей. То есть, да, вы, там, дали ссылку своему другу на приложение, он его установил, и вот вам бонус. Вот, пожалуйста, как бы, да, там... Кстати, хочу вспомнить, что, по-моему, так развивался Dropbox. Вот именно с точки зрения роста аудитории. По-моему, они были одними из первых, кто начали так вот, ну, эти реферантные ссылки. В общем, что-то такое. Реферантные ссылки, да. Да, совершенно верно. Они выросли очень много, да. Что-то хотел сказать, у меня прям мысль пропала. Так, так, так. А, вот, я хотел сказать вот что. На самом деле, с точки зрения продвижения, хочу сказать в плюс вообще некоммерческим проектам и социальному бизнесу, в том, что если вы находите какую-то проблему, решаете его с помощью своего проекта, и в том числе с помощью вашего мобильного приложения, то, по сути, вам не надо и рекламировать-то его, потому что если люди видят, что с помощью этого мобильного приложения они находят решение, которое им нужно, да, то есть это уже актуально, и они уже начинают им пользоваться. То есть здесь даже может быть в чем-то проще. Вопрос только в другом, как это потом монетизировать, но это уже следующий вопрос. Плюс еще мне кажется, да, что вот, не знаю, там, твое мнение потом скажи, как ты считаешь, так или нет, что вот постепенно некоммерческие проекты перенимают все-таки и берут то, что использует бизнес. Вот, как ты говорил, идея о том, что, например, для, там, фондов, да, там, ввести какую-то геймификацию и так далее. То есть мне кажется, важно понимать, чтобы пользователь мобильного приложения, но он также его использовал, как и остальные приложения, неважно, там, это приложение для, там, некоммерческой организации, нет, то есть для него опыт, вот, воспользование, ну, там, использование должен быть таким же интересным, да, там, полезным и понятным. То есть вот только полезным это, наверное, будет очень скучно. То есть тут вот… Да, абсолютно верно. То есть я сейчас вижу тоже как один из трендов – это появление действительно благотворительных приложений в App Store и в Google Play, интерес пользователей к ним. И действительно механики одинаковые. Да, то есть какая разница – это приложение для бизнеса, это приложение для некоммерческой организации. Все равно, как бы, фокус внимания пользователей можно захватывать ровно теми же способами, да, которые уже наработаны. Будь то, это действительно геймификация или еще что-то, какой-то вот шеринг там за бонусы, или еще какие-нибудь внутренние, внутри приложения какие-то, бонусы и игровые механики. Да, то есть это абсолютно право, кстати. И последний вопрос такой насущный. Все-таки как ты считаешь, стоимость разработки будет падать, ну, с учетом того, что все-таки появляются коробочные решения, или все-таки это выходит на некую такую вот прямую, да, там, и все-таки есть какой-то там предел, что, ну, там, совсем уж, ну, не знаю, наверное, сравнивать все-таки с вебом, ну, допустим, как вот мы там используем WordPress, он бесплатен, да, то есть мы можем бесплатно, по сути, создать сайт. Вот, вот, будет ли когда-то такое, чтобы я создал качественное приложение бесплатно? Я думаю, что да, все идет в похожем на павекторе, что и веб, но очевидно, что это будет идти не так быстро, с одной стороны, потому что все-таки веб – это более простые технологии, и в случае с мобайлом здесь есть намного более сложно сочиненный функционал, который, ну, сложно оформлять как-то универсально, там, да, коробочно, но очевидно, что в этом направлении все идет. То есть, опять же, как и с вебом, если вам нужно, ну, только какая-то очень исключительная задача, ну, тогда там вы делаете какой-то свой сайт. Если это действительно что-то похожее на WordPress, пожалуйста, у вас есть там готовое решение. Ну, и в случае с мобайлом не вижу ничего противоречащего тому, чтобы все пришло к этому, когда у вас есть шаблонные задачи, и вам достаточно шаблонного решения, коробочного, то вы просто идете там к разработчикам, либо на какой-то сайт, там, заходите в форму, некоторую администраторскую панель, генерите приложение, и вот оно уже там в App Store, Google Play, оказывается, через пару дней уже начинает его скачивать пользователя. То есть, да, конечно, все к этому идет, и, да, как я говорил, там, один из трендов явных – это коробочное решение, один из шагов на пути к тому, о чем ты говоришь, к упрощению и дешевению решений. Но это, причем, что важно, это не значит потеря качества, да, потому что, ну, опять же, вы сейчас можете, да, вы можете с потерей качества запустить все, что угодно, тут же WordPress на мобайле, но это будет, конечно, совершенно не то. То есть мы говорим о качественном и, да, недорогом, качественных и недорогих шаблонных решений. А когда вы, кстати, собираете вот форму вот… Ну, в принципе, у нас в бете она уже есть, то есть если кого-то заинтересовал, если у кого-то есть интерес, вы мне пишите, как бы, есть вот моя почта, да, там все контакты есть, и мы просто сейчас пока, ну, как бы, в индивидуальном порядке собираем для вас сборку, смотрим, общаемся, тестируем. Но так мы планируем до конца лета это уже сбустит массово. Супер. Ну, в общем, здорово. Спасибо тебе большое. Я думаю, что было интересно. Если какие-то вопросы есть, можно еще на один-два ответить. Если нет, то я думаю, что можно уже заканчивать. То, что время пролетело заметно, да. В общем, спасибо тебе большое. Спасибо за возможность выступить. Да, было тоже очень интересно пообщаться. Вот. И всем спасибо, кто слушал. Надеюсь, было не скучно. Ну, в общем, да, если какие-то потом вопросы будут, я думаю, что в Фейсбуке мероприятия можно тоже их задать, и потом, там, ты, например, сможешь ответить, если что-то, там, я думаю, это непонятно. Конечно, да. И вообще, если что, пишите, я буду отвечать, не вопрос. Всегда интересно пообщаться. Все, отлично большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!